Что нужно для успешного продвижения онлайн-школы через YouTube? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн-бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubes. В этом ролике мы разберем с вами несколько очень важных моментов, которые нужно учитывать при продвижении онлайн-школы через YouTube. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски, а для самых быстрых вы можете в правом верхнем углу забрать свой собственный пошаговый план продвижения бизнеса через YouTube. Итак, что же необходимо, чтобы успешно развивать онлайн-школу через YouTube, продвигать свой канал? Первое – это знание и понимание целевой аудитории. Вы должны настолько хорошо знать и понимать желания, боли, хотелки, какие-то предпочтения вашей целевой аудитории, как будто это рядом с вами, прямо напротив, сидит ваша сестра, и вы знаете ее уже очень давно, понимаете, чего она хочет, что у нее в жизни сейчас произошло, каким советом или делом вы сейчас можете быть ей полезны. Вот, только тогда вы сможете записывать качественные и ценные ролики и доносить действительно нужную информацию до вашей целевой аудитории. Второе – необходимо провести анализ конкурентов. Без этого вообще никак. Нужно понимать, что вообще происходит на рынке вашей тематики. Есть ли у них видео, какие у них видео, какая длительность этих видео, на какие темы они записывают и какие темы у них выстрелили. Это все поможет вам в том числе создать свою собственную стратегию, достаточно быстро записывать ролики и успешно развивать канал. Третий очень важный момент, на который большинство владельцев онлайн-школ, пожалуй, не обращают внимания – это высококонверсионный сайт. То есть, смотрите, допустим, вы сделали классные и качественные видео, монтаж, всякие там штуки, графика и так далее. Человек переходит на ваш сайт, и что он там видит? Ничего хорошего. Ни того, что вы ему обещали, ни того, что он ожидал там увидеть, там нет. То есть, прежде чем идти на YouTube, вам нужно вообще понимать, какая конверсия у вашего сайта, у вашего лендинга. Возможно, вы уже запускали раньше рекламу где-нибудь в ВКонтакте или в Инстаграме, и вы знаете, сколько человек, которые зашли на ваш сайт, в итоге оставляют заявку. Вам нужно знать и понимать эту цифру, чтобы потом отследить эффективность своих видео на YouTube. Следующий момент – это записывайте полезные видеоролики по скрипту. После того, как вы сделали анализ конкурентов, вы понимаете свою целевую аудиторию, вы можете понятным для них языком донести важную информацию, какую-то инструкцию, лайфхак, обзор, поделиться своим опытом или опытом своих клиентов. И тогда люди будут проникаться к вам доверием, будут следить за вами, подписываться и покупать ваши товары или услуги. Почему я также сказала, что полезные видео должны быть записаны по скрипту? Потому как, когда вы просто наговариваете, вы можете начать с одного, а закончить совершенно другой тематикой. Всегда составляйте себе план, о чем вы будете людям говорить, и что в итоге человек после просмотра вашего видео должен сделать. То есть, может быть, он перейдет на сайт, зарегистрируется на мастер-класс, а может быть, он просто подпишется на ваш канал. То есть, обращайте на это внимание, готовьте план заранее. Также для успешного продвижения ваших видео и вашего бизнеса через YouTube необходимо правильно оптимизировать видеоролики. То есть, подбирать правильные названия, делать описания, метатеги, конечно же, привлекательную цепляющую картинку. Для этого необходимо использовать сервисы не только бесплатные, такие как Яндекс.Вордстат, но есть и специальные платные сервисы, которые помогут вам понять, какие же запросы все-таки ищет ваша целевая аудитория, и на какие тематики стоит записать видео в первую очередь. А после этого вы делаете настройка видео под определенный главный ключевик. И тогда ваши видео будут выходить в топы в Яндекс, в Гугл, в Ютуб и выдаваться в рекомендациях вашей целевой аудитории. Не забывайте также общаться со своей аудиторией через видео. Задавайте им вопросы, что их волнует, чтобы они писали об этом в комментариях. И отвечайте на комментарии. Очень часто вижу такое, что на канале 8-10 тысяч подписчиков, но автор на комментарии вообще не отвечает. То есть аудитория пишет в одну сторону и не видит отдачи. Вы поймите, что если люди не будут видеть от вас отдачи, они пойдут смотреть ролики ваших конкурентов, где им ответят на их конкретный вопрос, и они просто про вас забудут. Поэтому обязательно ведите такое вот интерактивное общение со своей аудиторией через вопросы, призывы и через ответы в комментариях. И последнее, это, конечно же, аналитика. Отслеживайте ее, смотрите, какие ролики набрали у вас больше просмотров, какие видео привели вам больше подписчиков, какая тематика выстрелила и вышла в рекомендуемые. Значит, если это видео попало в рекомендуемые, вам стоит еще раз записать видеоролик на подобную тему, и он снова будет выдаваться в рекомендациях, а вы на постоянной основе будете получать бесплатный трафик бесплатных подписчиков и зрителей ваших видео и канала. Вот такие основные моменты я выделяю для продвижения онлайн-школ через YouTube. Они были уже протестированы мной и моей командой на разных онлайн-школах. Кейсы, кстати, я тоже оставлю в описании к этому видео, возможно, вам будет интересно. Ну и внедряйте эти рекомендации, думаю, они помогут вам развивать успешный канал. На этом у меня все. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте колокольчик, и для самых быстрых по ссылке, которую видите на экране, вы можете забрать свой собственный пошаговый план по продвижению онлайн-школы либо другого бизнеса через YouTube. Смотрите полезные видео на моем канале. С вами была Юлия Измайлова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok